Всем привет, друзья! Продолжаем проходить модификацию между небом и землей. И вот в конце прошлой серии мы попали в госпиталь. Так, уходи пока не ослепь. Что? Это все-таки... Та самая аномалия? Серьезно? Она существует? Так, подождите, мне прям интересно стало, а если... Если остаться здесь? Черт, ни хрена не видно. Да. Ладно, но мы пойдем дальше. Значит, я там говорил, что мы вот попали в госпиталь, и сейчас нам нужно как-то отсюда выбираться. А выход находится с другой стороны. Ничего себе, что это здесь за... Дела такие. Кто-то кровососом поклоняется? Или что? Кто-то кровососом поклоняется. Кто-то кровососом поклоняется. Правда. Субтитры создавал DimaTorzok Так И что нас ждет впереди? Статуи кровососов это понятно, живые кровососы будут? Но предполагаю, что будут Там вообще огонек какой-то горит впереди Ладно Ну давайте спустимся, глянем, что здесь Так, ну ладно, это обычные зомбари Это пока ерунда Ну вот так тут больше ничего интересного нет Каждый раз, когда прохожу через госпиталь, я постоянно путаюсь Куда здесь и как бежать Хотя уже был на этой локации кучу раз Надо побывать еще большую кучу раз И желательно почаще И желательно В каждом моде Чтобы запомнить, куда здесь двигаться Ладно, пока проходим Ребята Спокойно Спокойно Да Ну зомби это ерунда Значит первый отсек мы прошли Так, впереди на миникарте какой-то труп появился Ага, и вот этот отсек с кровососами А трупы меня не радуют Не просто так они там лежат, я думаю Ну-ка Никита Король Ладно Так, сейчас вот здесь вот перепрыгнем И давайте дальше Иди Ой-ой-ой Зомбированные появились Так, спокойно Ребята 10 человек Ну ничего, сейчас разберемся У нас отличный ствол, так что Все должно быть Отлично Ага Так, ребята Ну-ка Не знаю, этих обыскивать Не обыскивать Кто-то похоже наверху Или где Ну Можно попробовать подняться, конечно Но Стоит ли оно того? Ага Ладно Ладно, сейчас тут Зачистим местность Поднимемся ради интереса Посмотрим, кто там Ну-ка Тихо-тихо-тихо Там еще вышел Так, а тут мы поднимемся Вроде же Солянки здесь поднимались, нет? Возможно здесь не поднимемся Ну и ладно Все, тогда, наверное, можно уходить Тут будет переход Оу Ну перед переходом Похоже еще он Поселился Какой красавчик Давай как-нибудь Так, тихо, ребята Не наседайте Спасибо за пистолет, конечно Ух, ё, ничего себе Ты подобрался Ладно Иди сюда Так Похоже я проигрываю Этот бой Ну ладно Аптечка нас спасла Ну что Уходим Уходим И куда мы уходим? В бар уходим Так Лекцию на тему Лекцию на тему Зона и человек Откуда Что взялось? Представляешь? Но у меня образование Средние оценки имело Такие же Только физкультура Пять А читаю лекцию Будто ученый Полагай Хм В твоей лекции Были слова Люди ошибаются Полагая, что Понимают Суть зоны Да А ты где их слышал? Ты их произносил Здесь Когда сидел у костра Во дворе домика Над которым Лестница в небеса Это было На самом деле Чувак Через призму Человеческого восприятия Зону понять невозможно Верно Так и говорил Да ну нафиг Не верю И я бы не поверил Если бы не поднялся По той лестнице Которая вела В открывшийся портал И меня не перебросило туда Где я не хотел бы Очутиться еще раз Портал? Да ты врешь Не было лестницы А был сон Который мы видели вдвоем Разве возможно Чтобы два человека Видели один и тот же сон? Черт знает Неуч я Чтобы объяснить такое У меня только По физкультуре пять Ну тогда и спорь Физкультурник Я тебя видел Ты был в прострации Сидел у костра И бормотал что-то о зоне Я даже позавидовал тебе Добрый косяк Выкурил товарищ Выходит дело в другом Погоди Сегодня какое число? Второе сентября У тебя как с памятью? Вчера было Пятнадцатое сентября Действительно У кого-то из нас Проблемы с памятью Ты что курил? Сегодня шестнадцатое сентября Не путай меня Вот мой ПД Видишь дату? И свой глянь Так Обожди Что? Черт не может быть Вчера было пятнадцатое Я Я что Был в будущем? О будущем позже О прошлом теперь Домик и костер Со сталкером возле него Появился на этом месте Год назад Так мне рассказал Буратино Знаток этих мест Он был свидетелем Как люди отправлялись К этому домику И пропадали Теперь я понимаю Куда они девались Я встречал их в госпитале Неживых А все думают Что Буратино их кончал Ты что несешь? Я год Просидел у костра Ноги отсохнут Столько сидеть Хоть бы пятерку иметь По физкультуре Достал ты с этой физкультурой Мне физкультуре надо толковать Здесь что-то происходит И пока оно не началось Надо сваливать Согласен Потом разберемся Я знаю короткую тропинку в бар Идем Пошли Так А тайники Кстати говоря У нас тут в баре Возможно появились Или может раньше что было Я не обращал Не замечал Но давайте Раз сейчас обратил внимание Заглянем и посмотрим Что тут появилось Так Понятно Ну вот это вот Можно дело взять Ладно Ну и просто Чтобы он тут не мозолил На карте глаза Давайте сделаем Вот так вот Плюс еще вот это Наверное выложим тоже Ладно Ну и что теперь Кстати Сталкер который нам подсказал Насчет того что нужно Убить паука Пропал Так А теперь пойдем В бар Нужно же отдать Взгляд медузы Артефакт порожденный Башнями сталкером Нужно отдать Взгляд медузы Тому слепому товарищу Так А где он Кругом лжецы Никому не верь Слушай а где Вовка Пифия Вовка Пифия С ним странная штука Приключилась Сидел он на своем местечке Дремал Вдруг ни с того ни с сего Вскочил Да как крикнет Вижу Я вижу Всех в баре перепугал А после крика Упал Когда к нему подошли Он уже был мертв Вот такие пироги Ооо Я для него добыл лекарство От метанола Только одно лекарство Водка Выпитая сразу же Я о другом Жаль Я недавно был в одном Гниловатом месте Госпитале И там столкнулся С таким явлением На месте убитого Человека-паука Человека-паука Возник молодой Парень-сталкер Который только успел Что и повиниться В гибели сталкеров Которых заманивал В госпиталь После чего умер А теперь думаю Было В том пареньке что-то От Вовки Пифия Да ты что Вот это да Хотя Не вранье Мы же Вовку Похоронили здесь За блокпостом Я не сомневаюсь В твоих словах Вот только Того паренька В госпитале Никто не хоронил Да иди ты Чего навеваешь Мракобесие Умер Вовкой Точка Скорее многоточие Так И что Это как понимать Что теперь с этим чудом делать Только на пояс Можно повесить А если бы мы с ним зашли В то аномалию На поясе Моя информация может тебе пригодиться Ну как бы Подходи Сталкер Для таких как ты у меня Всегда есть кое-что интересное Можно конечно предположить Что Проходи Бармен ждет По каким-то непонятным причинам Может быть этот Вовка Раздвоился Одна часть Может быть тело Было здесь Душа была в госпитале Я не знаю Короче Непонятно Ну говорит Многоточие Но какое тут продолжение Кстати говоря Тот артефакт С помощью которого Заработал телепорт Тоже пропал Не знаю Может быть Сейчас попробуйте вернуться Обратно к тому Дому Вдруг что там будет Привет Лещиной Рад тебя видеть И я рад Мне как раз нужна твоя помощь И судя по твоему тону Ты не откажешь в ней Рад тебя видеть Живым и здоровым Мы уже подумали Что Буратино Сплавил тебя Как других И маленько его припугнули Так что он покинул бар Где ты был? На поле дураков Куда меня вывел Буратино По моей просьбе Так что вы зря На него бочку покатили И люди В исчезновении которых Вы вините Буратино Вовсе Не на поле дураков сгинули А совсем в другом месте В госпитале Я их там встречал Неживыми Ого Как ты в госпитале оказался? На поле появился домик С телепортом Уносящим в госпиталь Но на данный момент Домик исчез Да? Если думаешь в раке Спроси сталкера По кличке Дуболом Он год просидел Возле домика В прострации Его видел Буратино И те кто отправился В госпиталь Непонятно В зависимости от чего Появляется домик Исчезает при возвращении Того кто отправлялся В госпиталь Как было со мной Словом Чертовщина сплошная Чудеса А знаешь Я и не верил Честно сказать Что Буратино Душегуб И я не верил И еще Аномалия Слепое пятно Существует Я попадал в него Возле госпиталя Так что делай Различие между Метанолом И слепым пятном Теперь о помощи Как бы мне До болот Добраться Быстро И коротко Охранник У калитки Заднего хода Проведет себя До болот Это рядом Если знать Куда идти И как Удачи лечены Ладно Калитка Заднего хода Ничего себе Что еще за Придумали Вот это что ли Да Это оно Так Ну сейчас Секунду Я решил все же Отгрузиться И давайте Проверим Что будет Если мы зайдем С этим артефактом На поясе В аномалию Ну в теории же Артефакт должен Нас защитить Черт Ни хрена не видно Угу Можно еще попытаться Выйти В последнюю секунду Потому что Мы же вот Ага Так Ладно Это артефакт Нас спас Или А ну-ка Сейчас То же самое Только Без артефакта Нет Это просто Мы выбегаем Ну Тогда что делать С этим артом Непонятно Ладно Тогда Продолжаем Прохождение Давайте Подойдем К охраннику Тебя Бармен Велел провести На болото Меня По его словам Ты знаешь Короткую тропу Туда Верно Говорит Идем Пошли И мы Сразу Оказались Перед болотным Доктором Отлично Можно будет Ему Отдать Икону С пропажей Вот она Знаешь Док Интересное Дело С иконой Происходило Она Как бы Превращалась В артефакт Защищая Меня Удивительно Ведь я Спокойно Отношусь К религии В церкви Почти не бываю За Что такое Заступничество Потрясен Можно сказать Никому Не говорил Об этом Дураков Сам знаешь Более чем Ты так и не понял Леченый Что религии Не важно Как ты к ней Относишься Она совершает Чудеса Не считаясь Твоим мнением Они И даже Если ты считаешь Себя Недостойным Чудес Твое мнение Не главное Хотя В данном Случа Ответ На поверхности Ты совершал Благое дело Возвращал Икону Людям За это Тебе И воздается Может быть И так А может Икона Сама Желала Возвращения Потому И помогала Мне Но Дело Сделано Икона Возвращена Только Мне кажется Док Что не стоит Ее снова Вешать В церкви Лечены Иконе Место В церкви А не В коллекции Или за пазухой Она Для всех Ее сила Проявляется Когда люди Приходят К ней Разного Рода Коллекционеры Изолирующие Церковные Артефакты В своих Собраниях Лишают Общества Важного Источника Духа И чудес Только Вообрази Если бы Все коллекции Вернули по церквям Каков был бы Подъем Духа Народа Никогда Не думал Об этом Док Кстати О коллекционерах Я встречал Того Кто заказал Выкрасть Икону Из церкви Уверенный В силе денег Он и зону Не считал Чем-то особенным И даже На ней Пытается Нажиться Словно Понимать Что в ней Происходит Но Сидя В благоустроенном Вагончике Под охраной Наемников Зоны Не познаешь И куда Ты теперь Бог Ему Судья Тихо Тихо Ты че Суеты Навел Ромашка Док Леченый Где икона Вы ее Вернули На место Чего Орешь В церкви У дока Икона И он Ее Вернет На место Прямо Сейчас Подождите Возвращай Тут Чужой На дальнем Хуторе Видели Человека Похожего На того Кто Украл Икону Японский Городовой Неужели Йорш Вот Ёлки Палки Отдохнул Ладно Я вас Провожаю До хутора Где мужики А потом Проверяю Дальний А если Там Йорш Он Пожалеет Обо Всем Пожалеет Я Замыкающим Пошли Ничего Себя Дела Так Мы Подходим И Тут У нас Какие-то Ребята Ну Йорша Не Видно Ну И На этот Раз Все Будет Иначе В Смысле А в Какой Раз Будет По Другому Проверить Дальний Хутор Где Был Замечен Человек Похоже На Йорша То Есть Мы Проводили Дока И Ромаш Сюда А Сами Пойдем На Этот Дальний Хутор Ну Ребята Молчат Так Что Я Потопал Хотя Вот Вова О Вот Что-то Хочет Нам Сказать Ба Сам Лечен И Не Ожидал Думал На Лаврах Почиваешь Какие Лавры Матрас Лучше Да Нет Времени Как Ты Выразился Почивать Ладно Мужик Ты Хорошее Дело Провернул А Я Давно В церковь Собирался На душе Накопилось Всякого Но Как Без Иконы Матрасом Кланяться Иконы И без Церкви Иконы А церковь Без Иконы Не церковь По-моему Так Да Да Ты Философ Интересно Опа Ты Че Так Сидишь Странно Хотел Пожать Руку Тому Кто За Общее Дело Взялся И Главное Выполнил Может Ты Не Герой Но Что Героическое В Тебе Есть Ври На Руку Пожму Теперь Все Будут Тут Благодарить Главного Героя Опа Вылет Кстати говоря Первый Вылет За Всю Игру Но В принципе Разработчик Предупреждал Что На болоте Лучше Играть На статике Потому что Здесь На динамике Могут быть Вылеты Но Вот За всю Игру Это был Первый Так Я тем Временем Прибежал На вот этот Дальний Хутор И Здесь Сидит Йорш А ну Ка О Сталкерок На огонек Это ты? Я Я Когда немцы Говорят Я Я Это означает Да 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 Я Я Ты 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 Мне и нужен В Лиманске Ты В Лиманске В Лиманске Иначе Нельзя И здесь Все будет Иначе Никакого Обмана У тебя Больше Не получится Я тебя Знаю Хорошо Веры Тебе Нет Пришла Пора Отвечать За Содеянное Да Ты Прокурор Реальный Прокурор Шапочку Квадратную И молоток В руки Не отличишь Объясняю То есть Изъятие Иконы Из-за чего Похоже У нас Не сложились Отношения Икона Это Ценный Артефакт Который Разыскивали Многие Но Вовсе Не для Продажи Как Можно Подумать Я Встречался С заказчиком Иконы Он Сыпал Деньгами И у Меня Сложилось Мнение Что Именно Для Продажи Ему Ты Украл Икону Заказчик Всего Лишь Прикрытие Мешок Тех Редкостей Что Дают Неслыханные Возможности Ими Обладающим Короче Нельзя Ты Не Перед Публикой В суде Будь Проще Я Магистр Общества И Иерусалим Которая Собирает Двенадцать Важнейших Артефактов Чтобы Получить Великие Возможности О Ну Ты Загнул Но Нет Меня Не Удивишь Я Вижу Тебя Насквозь И Вижу Что Хочешь Дальше Речь Толкнуть Говори Но Времени У тебя Минута Общество Иерусалим Сможет Влиять На Решение Мировых Проблем И Влиять В Самом Лучшем Смысле По Заветам Ветхому И Новому В них Указываются Благие Дела Для Человечества Но Для Этого Необходимо В том Числе Иметь Икону Которую Вы Нелепо Крепите К столбу В церковных Разваленных Не Представляя Ее Ценности Ценность Всякой Иконы Проявляется В церкви Здраво Очень Здраво Общество И Иерусалим Говори Банда И Кличка Твоя Йорж Хорошо Подходит Ты Такой Же Злобный И Дерзкий Как Рыба Йорж Я Всего Лишь Выгляжу Как Бандит Но Не Являюсь Таковым Ты Ни Разу Не Видел Меня С Которая Звучит На Других Языках Как Ерш Лаим Я Предлагаю Тебе Вступить В Общество Благодарю За доверие Что Это Было Ты Изучил Меня Я Изучил Себя Ты Нам Подходишь Вступай В Ерш Лаим Не Пас Не Уговоришь Вступай В Ерш Лаим Слышишь Вступай В Ерш Лаим Ой Да Пошел Ты Пошел Ты Вступай В Ерш Лаим Вступай В Ерш Лаим Да Пошел Ты Чертовой Бабушке Вступай В Ерш Лаим Чертовой Бабушке Вступай В Ерш Лаим Да Что Это Было Вот Блин Куда Куда Жен Спрятался Дела Нету Его Здесь Слинял Собака Ну Все Крышка Тебе Я Тебя Достану Так И мы На базе Чистого Неба Ладно Ну Давайте К Лебедеву Зайдем А тут Товарищ Какой-то Карту Рассматривает Так Ну ладно Хват Как раз О тебе Думал А ты Тут Как Тут Кто это тот самый диалог. И все равно сажи личины. А у тебя что? Хвалиться не буду, но слово держу. Икону вернул, что обещал доктору. Да и сообществу сталкерскому. Тебе, наверное, будет интересно узнать, что в зоне объявилось общество религиозных фанатиков, поставивших себе цель собрать какие-то артефакты, дающие власти или новые возможности. И в числе артефактов икона болотной церкви. Если интересно, можно поискать о них сведения в районе складов. Там у них как бы штаб. Называется общество не то и Иерусалим, не то Грааль. Я подумал, что на янтаре в штабе Х-16 я угодил в небольшой переплет и повстречал чистонебовца, из которого хотели сделать боевого снорка. Нам удалось выбраться наружу, а далее разошлись, как в море корабли. Он не появлялся? Это же наш исследователь, отправленный в те края. К сожалению, он не появлялся, но будем надеяться на его возвращение. Что касается моего вступления в чистое небо. Ну? Так, и тут выбор. Ага. Ну, давайте сначала вступим. Посмотрим, что будет. А потом откажемся. Как я понимаю, этот выбор повлияет на концовку. Видя ваши трудности и ваше напряжение, помогу. Вступаю, короче. Думал, думал и надумал. Наконец-то. Не удивлюсь, если гром грянет. И гром. Пока гром не грянет, может не перекреститься. Что делать? Какое первое задание? На одном из хуторков обитает аномальный рыбак, которого для краткости зовем А-рыбак. Он, как ты, мнется со вступлением в чистое небо, но всегда помогает, если просим. Вылитый я. Теперь он попросил помощи. Как заверяет, сложного ничего, но одному не справится. Поэтому твое первое задание – помочь А-рыбаку. И это все? Второе задание вытекает из первого. Вовлекай А-рыбака в наши ряды. Если он и присоединится к нам, мы достучимся до небес. Понял. Готов помогать и агитировать. Третье задание тоже вытекает из первого. Так как твой путь будет пролегать недалеко от домика на сваях. Загляни туда, установи многофункциональный датчик. Необходимо следить за изменениями на болотах. Изменения происходят. Появились кабаны, например, чего давно не было на болотах. А куда датчик установить? Я дам метку. В этом месте просто выложишь его. Вот тебе датчик. За дело. Считай, выполнил. Так, ну пойдем. Значит, где там этот А-рыбак? Тут прибор. А-рыбак вот здесь вот. Ладно. Пошли. Вылет опять. Перешел все-таки на статику, чтобы вылеты нас не мучили. И вот топаю в сторону домика на сваях. А тут какой-то сталкер... А-а-а! Меня парализовало! Ой, блин, напугал. Отчего напуганы? Я не только напуганы, еще и медвежьей болезнью пораженный. Медведя встретил? Хуже. Тигры не тигра, но зверь необычный. Я, честно сказать, только глаза запомнил. Красные. Рыкнул зверь так, что теперь порты стирать надо. И вещички нажить заново. Интересно. Мы ведь изучаем вопрос появления мутантов на болотах. Да, вроде как мы чисто небовец, но группа долг. Молодцы. Полностью поддерживаю и одобряю ваши занятия. Необходимо изучить мутантов и перестрелять. Чего сам не перестрелял? Я больше отстреливался. Пятой точкой. Теперь стираться надо. Хорошо, кругом вода радиоактивная. Лучше всякого отбеливателя. Это верно. Я недавно носки на пять минут поставил в ручей. Одни резинки вынул. А где встретил рыкающего? Домик на сваях. Перейдешь и по северной тропе. Тебя встретят. Если уцелеешь, приходи сюда стираться. Воды навалом и вся радиоактивная. Спасибо за приглашение. Северная тропа? Что за северная? Ага. Источник медвежьей болезни. Ладно. Так, хорошо. Посмотрим, что там. Ну а сейчас пойдем установим прибор. Поднимаемся наверх. И вот, похоже, вот сюда нужно это дело установить. Нет. Так, ну задание вроде засчиталось. Но звука я не слышал. По крайней мере метка пропала. Не знаю. Работает, не работает. Ладно. Так-с. Теперь потопали, значит, в сторону... Этих медведей. Если они там, конечно, есть. Может быть, даже вот это оружие возьмем. Я еще из вала ни разу не стрелял. Ну-ка. Есть тут кто? Да, вроде все спокойно. Короче, не знаю. Мет... Ага, вот, наконец-то. Я уже думал уходить. Ээээ... Это и есть ваши медведи? Что? Говорить? В смысле? Это что еще было? Может, с ними можно как-то... Ну, не знаю. Не то, чтобы договориться, но... Почему там была надпись «говорить»? Так, где вы тут появляетесь, когда? Ну вот, появились и бегут на меня сразу. Не знаю, что тут. Выкинуть вам поесть? Держите. Но нет. А что тогда? Ну вот, надпись «говорить», но я нажимаю. Не говорит. И что с вами делать? Ну, как бы... Не знаю, что делать. Странно, конечно. Очень странно, но... Наверное, ничего не остается, как... Их перестрелять. Или, может быть, можно оставить последнего и с ним пообщаться. Так, ну-ка. Нет, все равно. Нет, нажимаю «F», ничего не происходит. Так что, бывай. Так, стоять. Подождите, он куда-то побежал. Ты просто удираешь или ты хочешь куда-то привезти? Ладно, пока не буду его трогать. Но бежит так, как будто бы куда-то хочет привезти. Или нет? Нет, побежал обратно. Короче, похоже, он просто удирает. Потому что мы тут побегали. Он несколько раз уже разворачивался. И, наверное, ничего не будет. Ну, ладно, тогда тут бегай. А я побежал тоже по своим делам. Нам же нужно помочь рыбаку. Вот, пойдем. Поможем. Так, кому тут помощь нужна? Генератор у тебя тут. Как-то странно работает. Ну, привет. Я здесь по просьбе Лебедева оказать тебе посильную помощь. Говори, что надо сделать. Шаг. Тебе надо сделать шаг в телепорт, чтобы очутиться вон на том острове, которому я дал название Остров Безымянный. Остров Безымянный? Зачем ты вообще давал ему название? Впрочем, меня интересует другое. А что, если я окажусь не на острове, а в Припяти или на кордоне? Или у черта на рогах? Ты окажешься на острове. Однажды я неосторожно оставил куртку на перилах мостика, когда запускал телепорт, и куртка исчезла. Позже, рассматривая остров в бинокль, я обнаружил ее там. Так что попадание на остров гарантировано. Остров отделен радиоактивной жижей, и попасть на него невозможно. По крайней мере, мы с Лебедевым так считаем. Значит, на острове остались нетронутыми артефакты. Их следует собрать и доставить в коллекцию чистого неба. Замеры, проведенные совсем недавно, указывают, что за островом нет радиоактивного фона. Так что можно выбраться на противоположную сторону, а там действовать по обстоятельствам. Немножко удивлен, но готов посетить остров, ранее не имевший имени, ныне безымянный. Иди на мостик, но близко к столбу со щитком, откуда выходит провод, не подходи. Дождись появления телепорта, и сделай шаг. Маленький шаг для человека, и громадный для человечества. Понял. Так. А метка появилась? Нет. Ладно. Будем сейчас сами находить. Мостик. А, вот похоже. Ну-ка. Говорит, близко не подходить. А если подойти, нас убьет? Так. Все. Утонул. Внимание! Ага. Я понял тебя. Ладно. Так. Мы здесь. Вот она, кожаная куртка. А что насчет артефактов? Артефактов кот наплакал. Да? Что это за остров безымянный? Ага. А вот здесь вот. Ну, давайте глянем. Может, чего и найдем. Но пока что, кроме куртки, ничего. Обычная куртка. Ничего с ней не случилось. Так. Кто-то здесь явно был. Еще и матрас притащил. Ничего себе. Интересно. И... Как-то понимать. Вернулся обратно на остров. Тут вот в камышах, рядом с камышами, рюкзак лежит. А в нем три артефакта. Ночная звезда, медуза и каменный цветок. А также записка для Кеши. Кеша. Это последний урожай артов. Больше сюда наведываться нет смысла. Уходи по мостику. Далее направо. По самой кромке воды. Если понадобится уйти за периметр, через тоннель, на ту злу попадешь куда надо. Эм... Чтобы вернуться на болото, оставь тоннель слева. И шагай берегом до креста. Там перейди перпендикулярно реку и дуй по шпалам до ворот. Отворот влево возьми, Мартын. Ладно. Что ж, давайте пробовать. Значит, во-первых, нужно сначала по этому мостику. И потом, вроде как, вдоль реки до креста. Либо, если хотим покинуть зону, то можно в тоннель. Ну-ка, давайте попробуем. Такс, пробегаем. И вот он тоннель. Вот взять и послать эту зону такой-то матери. И Леченый оставил зону. Во всяком случае, он так думал. Однако, мир за периметром оказался страшнее зоны. Леченый больше не вспоминал о чистом небе. Героях, персонажах и местах зоны. Все заслонило настоящее, жуткое, тяжелое, в котором он пытался выжить. За периметром оказались те же Сидоровичи, бармены, иногда внешне похожие. Одного Леченый даже окликнул Сидорович. И тот в самом деле оказался Сидоровичем, но это были другие люди. Они обитали не в подвалах, но поступками не отличались от прототипа, во многом превосходя его не в лучших чертах. Изредка мелькавшая человеческая прототипа у них никак себя не проявляла. Занятый заботами Леченый забыл о зоне, а обитатели зоны о нем, за исключением нескольких человек, в числе которых был Сидорович. Ух ты! Так, ну это была первая концовка. Да. Ладно, теперь в тоннель не пойдем, а пойдем дальше. Вот, похоже, к тому кресту. Там нужно будет перейти реку и потом от нее перпендикулярно двигаясь куда-то дальше, а потом вроде там налево. Или про что там речь шла? Ну-ка. Так, по шпалам до ворот. Отворот возьми взлево. Эээ, давай. Надо как-то перейти. Ну-ка, ну-ка. Отлично, перешли. Энергетики еще есть. Так, что у нас тут? Вон там, по идее, железная дорога. И по шпалам до ворот. Да, налево. Ну и там, по идее, вот должны быть левее ворота. Да, вот и они. Так, нам сюда. По идее, да, но здесь же мы не пройдем. Эээ, так. Или после ворот. До ворот, от ворот возьми влево. Понятно. Вот теперь сюда. Ага. Ясно, понятно. Так. Что случилось? Мужики, прием! Оглохли, что ли? Мужики, вы нас слышите? Эй! От ним мы не продержимся. Быстрее! Леченый, ты где? База подверглась нападению. Срочно возвращайся. Да бегу я бегу. Уже здесь, похоже. Если не вернуть базу чистого неба, организация... Организации конец. У-у-у, наемники. Так, ну-ка. Ага. Привет. Так, сайс валами тоже. Ничего себе вы тут крутые перцы. Конечно. Ладно. Спокойно, хлопцы. Сейчас как-нибудь разберемся. Мое. Ребята. Короче, наверное, берем мы вал и побежали штурмовать. Так. Тихо-тихо-тихо. Подожди-ка. Ага. Хорошо. Патроны. Отлично. А, кстати говоря, где сами чистонебовцы? Они что, уже... Все мертвы или сбежали? Непонятно. Так, ну ладно. Пока что разбираемся с наемниками. А с чистонебовцами разберемся позже. Что с ними случилось? Так-так-так. Сейчас, ребята. Секунду. Ё-моё. Ага. Хорошо. Готов. И последний, похоже. Все. И вот появился Лебедев. Леченый, дружище. Я уже не надеялся увидеть ни себя, ни света белого, ни чистого неба. Как тебе удалось перебить наемников? А, впрочем, что спрашивать? С твоим опытом. А что наймам здесь было нужно? Из разговоров я понял, что платина не дает покоя многим в зоне. Я не имел возможности вооружиться. Отправился в туалет и здесь наймы нагрянули. Спрятался в затопленном подвальчике. А ребята погибли. Последние. Нет чистого неба. А мы кто? Разве не чистое небо? Мы живы и продолжим дело. Ты прав, леченый. Чистое небо продолжит свою деятельность. Памятью ребят клянусь. Продолжим. Да, памятью ребят. Тогда за работу, чистое небо. Хорошенько обдумав свое положение, основатели нового чистого неба договорились о распределении обязанностей. Леченый стал начальником боевой организации чистого неба, Лебедев – научным руководителем, Сахаров – главным консультантом. Несколько сталкеров, обитавших на болотах, присоединились к чистому небу, откликнувшись на призыв Леченого. Позже, из ниоткуда, как он сердито отвечал, возник техник, худой, злой, но не растративший умения. Неожиданней было появление Буратино, проклявшего бар и его обитателей. Необычные дарования выдвинули Буратино в помощники Лебедева. Что за дарования? Чистонебовец, с которым Леченый встречался в подземной лаборатории Янтаря, вернулся, пережив массу приключений, поскольку заплутал и угодил в Ирыжий лес, где шли усиленные поиски криптоконтейнера. Совсем удивительным, хоть и не имевшим отношения к становлению чистого неба, оказалось появление у забора базы рюмщика Батька Града. Он всего лишь попросил взаимы, и весь его вид был лучшей рекомендацией требования кредита. Удовольствовавшись небольшой суммой, рюмщик исчез. Иногда сталкеры, сидя у костра, предлагали именовать их сообщество Высокое Небо. Цели, которые ставил Лебедев, захватывали дух. На что последний отвечал Мы некоммерческая организация, которая ищет популярности. Чистое Небо известно многим, имеет свою историю и будет ошибкой отказаться от такого легендарного имени. Вот так вот. Что ж, посмотрели мы на две концовки, но, как писал разработчик в моде, их три, и пока что мы еще не заканчиваем. Есть здесь разные развилки в сюжете, и вот в следующей, возможно, последующей или последующих сериях мы на эти развилки и другие варианты посмотрим. Так что на этом пока что все, но с модификацией еще не все. В общем, всем большое спасибо за просмотр, всем удачи и пока.